Главную книгу учения Фалуньдафа, признанную когда-то бестселлером в Китае и переведённую более чем на 30 языков, россиянам читать запрещается. Такое решение приняла коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, оставив издание Джуань Фалунь в списке экстремистской литературы Минюста. Таким образом, суд проигнорировал требования российских последователей Фалуньдафа или Фалуньгун. «В ходе судебного разбирательства были нарушены права на равноправия сторон. В процессе этого не было, и это само по себе было основанием для отмены решения. Однако суд касационной инстанции наших доводов не услышал». Первомайский суд Краснодара занёс книгу Джуань Фалунь в список экстремистской литературы ещё три года назад. Решение было принято втайне от последователей учения. Вскоре после этого краевой суд его отменил, отправив дело на повторное рассмотрение. За это время в ходе семи независимых экспертиз исследователи пришли к выводу, что книга Джуань Фалунь не содержит призывов к возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а значит, экстремистской быть не может. Начальник отдела научных публикаций Российского государственного исторического архива Давид Раскин, изучив труд, отметил, цитата, «Учение, изложенное в книге Джуань Фалунь, призывает своих последователей к повышению нравственного и духовного уровня человека, добросовестному исполнению своих трудовых и гражданских обязанностей, в том числе к воспитанию детей, заботе о своих близких, отказу от вредных привычек при страсти человека, в том числе курение, употребление алкогольных напитков, культивированию в человеке правдивости, доброго и терпеливого отношения к людям». Конец цитаты. По мнению последователей Фалуньгун, признать их настольную книгу незаконной российский суд вынудили китайские власти. Известно, что там коммунистическая партия преследует Фалуньгун последние 12 лет. Широкая популярность этого учения вызвала негодование у бывшего генерального секретаря Компартии Китая Дзян Цзиминя, и под его руководством миллионы экземпляров книги Джуань Фалунь были уничтожены. И в то время как во всём мире учение набирает популярность, в Китае людей принуждают отказаться от своей веры. «Эта книга, по которой занимаются более 100 миллионов людей в 114 странах мира. Со стороны правительства этих стран имеются только положительные отзывы, благодарности, награды в адрес практикующих, в адрес организации Фалуньдафа». Последователи Фалуньгун намерены добиваться отмены решения суда. Таким образом, сделать восточную мудрость вновь доступной всем россиянам.